Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Взаимные угрозы и предостережения звучат со всех сторон, что, разумеется, наталкивает о мысле и приближении большой драки, если, конечно, вы смотрите телевизор. Мы будем говорить о войне. Весь мир говорит о войне. Это фактически объявление России войны. В это время никто ничего еще пока не видит и не знает. В Таллине, в Риге, в Вильнюсе вдруг появляются вежливые люди. У нас в Эстонии 1200 британских солдат, и они готовы вступить в бой. Украина не хочет войны, но Украина всегда должна быть готова к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Мы не хотим войны. Мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Поэтому с нами не надо связываться. Давай подходи сюда, я тебе вырву кадык. Только сунься, мы тебе все зубы пересчитаем. Попробуй тронь, мозги вышибу. Рискни здоровьем, мы вам покажем, как в 45-м, а мы вам, как в 89-м. Ну ладно, неделя, две, три, но через пару-тройку месяцев все это начинает напоминать какой-то дурацкий боевик. Слушай, парень, а, для твоего же блага, валя отсюда. Я для вашего же блага кое-что сделаю сейчас. Я говорю, пошел отсюда. Возьми свой шпынь для свиней. Возьми своего дружка. И давайте валите на автобус, а то подойдите. Ой, смешной какой парень-то, а. ЦРУ будет тренировать украинских партизан в Америке, как во времена Афганистана. Пентагон поставит Украине недоставшиеся Афганистану вертолеты Ми-17. Страны Балтии, Стингеры и Джавелины. Британия шлет две тысячи противотанковых ракет и инструкторов отправляет. Поможет сделать Бердянск военно-морской базой в Азовском море. Испания шлет два корабля в черное. Голландия перебрасывает F-35 в Болгарию. Самолетов разведчиков над Крымом и Калининградом, как комаров над болотом. Американские конгрессмены и республиканцы, и демократы на перегонки вносят законопроекты о жестоких санкциях. Украине сразу перепадет полмиллиарда долларов, а Россию отрежут от всего. Кроме кладбища. Путин должен понимать, речь не только о том, что он и российская экономика столкнутся с разрушительными санкциями. Противостоять ему будет гораздо более защищенная Украина. А если Россия пошлет своих сыновей, многие вернутся обратно в гробах. Такое ощущение, что пиндосы просто забыли, с кем связываются. Показать тебе наши ракеты? Хочешь, блядь? У нас есть оружие, блядь. Ночью наши ученые чуть-чуть измеют гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, блядь. И вся страна твоя будет под водой. Атлантического Тихого океана. Ты с кем шутишь, блядь? Смотрите. Более 140 кораблей и свыше 10 тысяч военных примут участие в серии учений, которые проведет в январе и феврале военно-морской флот России, сообщили в четверг в Минобороны. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сообщили в военном ведомстве. Если все угрозы, прогнозы и предсказания верны, дело плохо, надо запасаться тушенкой и патронами. Однако всплывают кое-какие обстоятельства, заставляющие усомниться в том, что мировая война начнется уже на следующей неделе. Дело даже не в оговорке Байдена про небольшое вторжение, которое якобы может сойти России с рук. Дело в том, что наш самый важный, наш самый стратегический флот, стоимость и водоизмещение которого значительно превосходит любую Тихоокеанскую, Черноморскую или Балтийскую эскадру, выполняет совершенно другие задания. На новогодних каникулах 2022 года маршруты супер-яхт отечественных миллиардеров стали куда более разнообразными и интересными, чем год назад, в разгар пандемии. До пандемии коронавируса большинство владельцев-арендаторов супер-яхт традиционно проводили новогодние каникулы на Карибских островах. Год назад свои коррективы в эту традицию внесли ограничения и карантины, которые вводили страны, и лодки из российского списка самых богатых людей мира шли туда, где отдыхать можно было более свободно. Так где же можно отдыхать перед концом света? Простите, выполнять секретное задание руководства страны по подрыву вражеской стабильности. У берегов Флориды, например, где журналом Forbes замечена многоцелевая авианесущая яхта Потанина. Совсем рядом у Коста-Рики, где на боевом дежурстве находился фрегат Анна, миллиардера Рыболовлева. В Перу, где изготовился к стрельбам Тиньков. Или, может быть, на Мальдивах. Их патрулировал Мордашов, в то время как Абрамович высаживал десант на Карибы. Да, прямо под носом у Вашингтона Карибы и Багамы взяли под свой контроль Помпянские с Михельсоном. А Дерипаска отрезал 6-му флоту США все пути к отступлению в Красном море. Возможно, именно этими внезапными маневрами и была вызвана бессильная истерика НАТО. Америка и Североатлантический альянс показали в буквальном смысле вчера России свой звериный оскал. Прекращайте ездить в Нью-Йорк. Скоро этого города не будет. Кончится тем, что часть Европы не будет. Я уже сказал, Киев, Варшава, Рига, Таллинн и Лондон. Не надо всю Европу уничтожать. Вот Лондон. Как можно жить без Лондона? Действительно, как можно жить без Лондона? Где, как сообщает журнал Татлер, Старый Новый Год встречали жены совладельца Лукоила Федуна и совладельца Сибура Шамалова. Вечером 13 января вместе со всей светской Москвой Старый Новый Год отмечали в Лондоне. В самом культурном частном клубе Аннабельс. Ради этого пространство на первом этаже заведения, именуемое The Garden and Rose Room, украсили так, чтобы каждый русский человек чувствовал себя как дома. Даже одни матрешки на столах вызывали у многих приятную ностальгию. В меню много икры, водки, белуга и традиционных блюд – оливье с камчатским крабом, наваристый борщ и пожарские котлеты с жареной картошкой. Чтобы уравновесить все это гастрономическое безумие, играла музыка. Выступали группа «Кватра» и скрипач «Бар Маркович». Затем за пульт встали приглашенные диджеи. Мир замер в одном шаге от катастрофы. Россия и Украина готовы повторить то, что не доделали в свое время Кличко и Поветкин. Не слушай, вот это! Ну, бой был жестокий, ничего не скажешь. Если русские вторгнутся, что вы будете делать? Как бывший солдат, я буду защищать свою страну, защищать независимость и территориальную целостность Украины. Вы будете воевать? Да, конечно. Как видите, самые лучшие, самые светлые головы России и Украины готовы. Есть лишь один момент, который заставляет усомниться в неотвратимости страшного сценария. Не готовы люди. Дело даже не в том, что простые люди в России, на Украине, в Америке или Германии не хотят войны. Дело в том, что вся подготовка и вся мобилизация происходит преимущественно в телевизорах. В обычной жизни ничего подобного не видно. Ничего нигде не готово. Лишь незначительное большинство украинцев считает вторжение вероятным. Об этом говорят замеры Киевского международного института социологии. По отношению к угрозе войны наши народы заняли самую удобную позу. Не вижу, не слышу, меня это не касается. Оно и неудивительно. Касаются сошедшие с ума цены, нищенские зарплаты, безработица и свирепствующий ковид. Британское НКО Oxfam опубликовало очередную статистику по росту бедности. Название доклада «Неравенство убивает». Десять богатейших людей планеты удвоили свои капиталы за время пандемии, в то время как корона унесла 17 миллионов жизней и небывалые человеческие потери со Второй мировой. Неравенство достигло уровня начала 20 века, начала эпохи империализма. Впрочем, нас ли этим удивить? В 2016 году доходы жителей из 66 регионов России не дотягивали до среднероссийского уровня. А сегодня большинство из них живут еще хуже, свидетельствуют расчеты АНГ. Жители богатых регионов свои доходы, напротив, в основном приумножили. Разрыв между богатыми и бедными усугубила пандемия, и возможности сократить его пока нет, считают эксперты. Лидер падения – Тамбовская область, где среднедушевые доходы 5 лет назад были на 16% ниже средних по России. Сегодня же они не дотягивают до среднего по стране уровня на 27%. Во всех регионах, лидерах по падению доходов, за исключением Вологодской и Еврейской областей, темпы роста закредитованности были выше средних по стране. Причем особенно быстро люди влезали в долги в Омской области, Башкортостане и Карачаево-Черкесии. Все они без исключения теряли людей. Рекордсменом по количеству стала Омская область, которую покинули 59 700 человек, или 3% населения. Вы только представьте, как эти люди встретят новость о военной мобилизации, с какой готовностью ломануться в военкоматы по заветам Валентины Ивановны Матвиенко. Вот это вроде бы совершенно не секретная статистика и наталкивает на мысль. Перед нами пока, только пока, разыгрывается некий согласованный спектакль. Вроде бы драка, а вроде бы не совсем. Что я с ним сделаю? Вы не знаете, это море крови, сейчас будет убийство, вы видели? Сейчас я из тебя... Люди! Тихо, 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 сядьте. Я вас воспитываю, Шур. Сразу руки. Что такое? Хорошо, вы меня убедили. Вы начальник, я заместитель. Пусть. Байден, проговаривающийся о допустимости незначительного вторжения. Госдума заблаговременно, еще в прошлом году подготовившая предложение о признании ЛНР и ДНР. Госдеп и МИД, то обливающие друг друга отборными дипломатическими помоями, то обсуждающие возобновления работы посольств. Гляньте-ка, Запад шлет свои условия, но тут же намекает, не надо об этом вслух. Не надо вслух. Американская сторона попросила российских коллег оставить документ в секрете, хотя высокопоставленный представитель Госдепа признал, что Кремль может решить опубликовать их после получения послания на следующей неделе. При этом невидимые для обывателя жесты доброй воли. Телевизор неистовствует, а самый гуманный суд вдруг отменяет меру пресечения для американца Калви. Байден летом лично просил Путина отпустить его на свободу. Жириновский в телевизоре смазывает свой автомат, а ФСБ ловит неких российских хакеров, за которыми так долго и безуспешно охотилось ФБР. Совпадение? Не думаю. Не просматривается ли за всем этим намек на какую-то невнятную торговлю, которую прикрывают рев самолетов или аз гусениц? О чем торгуются, скорее всего, мы не узнаем. Хотя, если взглянуть вот на эту симпатичную диаграмму, найди Россию на карте мировых экономик, или послушать отчаянные вопли Карлсона Такера, верного трамписта в эфире Fox News, то можно подумать, нет, не Россия, нет, совсем не теряющая полмиллиона человек в год безо всякой войны Россия. Не она беспокоит Америку в первую очередь. Китай – первоочередная угроза для США. Ничто не может сравниться с этой угрозой. Армия США при всем своем могуществе не может одновременно быть вовлечена в два конфликта – в Европе и в Азии. Нельзя действовать на два фронта. Наше внимание к Украине по определению отвлекает нас от Китая. Но что еще хуже, оно толкает русских к вынужденному альянсу с китайским правительством. И вот два наших главных противника объединяют усилия. Уже не против армии, а против нашей валюты. Байден, конечно, демократ, но вряд ли идиот. Такое ощущение, что мы имеем дело с тактикой рэкетира – навязать проблемы и предложить решение проблемы. Такое, которое в момент настоящей драки с Китаем свяжет российскую олигархию по рукам и ногам. Сидите, мол, в углу и не отсвечивайте. А то, может быть, получится, может быть, нет. У Байдена на носу ноябрьские выборы в Конгресс к российским выборам тоже вызревает отдельный сюрприз. Тайм публикует заочное интервью с неким осужденным Навальным, где тот прямо излагает главную задачу момента. Задача санкций не в том, чтобы заставить российских миллиардеров переубедить Путина, а в том, чтобы заставить их восстать против него. Ну а как проще всего надавить на миллиардеров, чей флот одинаково комфортно чувствует себя в любом море? Правильно, посильнее бомбить Воронеж. Ну или Харьков. Шутка. Сегодня город Харьков будет противостоять и мощно противостоять любой агрессии. Мы все вместе, харьковчане, жители Украины, не позволим никому отдать город Харьков. Захватить город Харьков. Как бы то ни было, известная формула «никто не хотел войны», «война была неизбежна», актуальности не теряет. Сделки, розыгрыши, многоходовочки, которые между собой устраивают хозяева жизни, никогда еще не заканчивались хорошо. А потому наступает время от чистого сердца. Надеюсь, вы присоединитесь ко мне, дружно пожелать участникам надвигающейся драки ради всего святого. Держите, пожалуйста, порох мокрым. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому. Мир вашему дому. Продолжение следует...